3 часа 28 минут, московское время, 2-1 в пользу знатоков, четвёртый раунд. Господин Аскеров, мне сказали, что во время рекламы вы травмировали руку, что случилось? Не, а несколько раньше травмировала. Вы ударили об стол или что вы сделали? Да, вот об край, об край. Ну что, кровопотеря большая у вас? Да нет, я думаю, достаточно ещё крови. Уже и самотак вам успели? Да. Вот это так. Равшан, а что случилось-то, объясните? Да нет, ничего, просто... Сплеснули рукой? Да, я в край стола. Далее пальчик поставить. Ну нет, крови достаточно, чтобы попортить. Ну ой, как-то поаккуратнее. Я понимаю, Блиц выиграть важно, но всё-таки не любой ценой. Как сказать. А вот Супер Блиц. Так наступил страховой случай. Господин Косумов, ваша команда получит страховое возмещение 120 тысяч рублей от компании Бинстрахование. Вот, возьмите его, потому что вы застраховались на Супер Блице и он выпал. А за столом остаётся Елизавета Авдеенко. Уважаемые телезрители, напоминаю, что компания Бинстрахование учредила приз для знатока, который в этом сезоне сумеет выиграть Супер Блиц. И Елизавета может сейчас этого добиться. Но если вы ещё и Супер Блиц выиграете. Итак, три вопроса по 20 секунд размышлений на каждой. И вам для победы надо ответить на три вопроса подряд. Я прошу полную тишину в зале. Включая жесты. Жест приравнивается, господин Тимофеев, к разговору. Внимание, вопрос первый. Елизавета, почему вы решили играть Супер Блиц? Вы так расстроились в прошлый раз после Супер Блица. Решили себя преодолеть? Нет, господин ведущий, на самом деле мне очень понравилось играть Супер Блиц, несмотря на исход. Я не согласна, кстати, с вами, что это было красивое поражение, которое стоит победы. Я считаю, что ни одно поражение победы не стоит. Но, тем не менее, играть Супер Блиц мне не смененно понравилось. Итак, Виктор Мальцев из города Икшеле в Латвии спрашивает вас, чего, согласно еврейской поговорке, каждый хотел бы достичь, а достигнув не радуется. Господин Друзь, совесть есть у вас или нет? Не грамм. Лиза, прошу вас. Старости, я думаю. Внимание, правильный ответ. Каждый хотел бы достичь, а достигнув не радуется. Старости. Продолжаем Супер Блиц. Внимание, вопрос второй. Ольга Сорокина из Елуторовска, Тюменской области, просит вас, Елизавета, процитировать русскую пословицу, которая заканчивается словами «Пирожка не подсунет». Прошу, Лиза. Я думаю, голод не тёртый. Голод не тёртый. «Пирожка не подсунет». Решающий третий вопрос. Господин Косумов, а у вас совесть есть? Думаю, что да. А зачем? Прозвучал вопрос, вы Равшану шепчете что-то на ухо. Ну зачем? Равшан далеко отрезать. Не буду. Не надо. Хорошо. Елизавета, согласно таджикской пословице, разумная женщина добавляет его во всё, что она говорит мужчине, и убирает её из всего, что мужчина говорит ей. Стефанида Фёдорова из города Туркмен-Баши просит вас назвать его и её. Стефанида Фёдорова из города Туркмен-Баши его и её. Пусть будет тогда совет да любовь. Совет да любовь. Я думаю, что первый это совет, мне нравится это. А вот убирает её. А вот Дмитрий Авденко очень расстроился. Дмитрий, а вы бы что сказали? Как разумная женщина должна поступать? Сахар, соль. В Таджикистане говорят, Елизавета, разумная женщина во всё, что говорит мужчине, добавляет сахар. Ласковые слова, комплименты. А из всего, что мужчина говорит ей, разумная женщина убирает соль. Ну, грубые слова, например. Два-два. 60 тысяч рублей от Банка Москвы получит Стефанида Фёдорова из города Туркмен-Баши. Поздравляем вас, Стефанида. Пятый раунд. Плесцы.